Добрый вечер! Добрый вечер! Мы начинаем сегодня с 47 занятия по циклу Роти Торы на Подоле и изучаем по системе Мишли, по системе Шлома Мелоха, как надо изучать Тору, что Нер Митсва, заповедь это свеча, каждая заповедь это свеча, Тора это свет, она дает понимание вообще, где находишься, и Дер Ахаим, путь к жизни, это исправление себя, исправление своих качеств, это путь к жизни. И мы вот так вот прямо три книги изучаем. Вначале книга Митсвот сокращенная, Петс Хаима, где он объясняет, какие заповеди в наше время остались актуальны, и сразу мы их изучаем и выполняем. На той неделе мы выполняли заповедь, изучали, на прошлой неделе заповедь свеча Тима Всевышнего, на прошлой неделе идти по его путям, и на этой неделе седьмая заповедь уже, значит, повелевающая заповедь молиться, каждый день молиться Богу, то есть есть заповедь каждый день молиться Богу. Как сказано в книге Дворим, вот это вот, в книге Дворим не сказано молись, Тит-Палель, а написано Ему служи. И мы знаем, что наши мудрецы сказали в Талмуде, в трактате Таанит, что как Ему служить, это молитва, то есть молитва это и служение Богу. Как сказано в книге Дворим, что будете Ему служить всем сердцем вашим. Значит, а что значит служить всем сердцем, как можно служить всем сердцем? А сердце, это имеется в виду мышление, полностью мышление. Так вот, служение в сердце, это и есть молитва, это и есть молитва. Теперь, и эта митсва, что значит, как она вообще, по-простому ее выполняет, она объясняет. Первое, что нужно сказать про славление Бога. То есть сказать Ему, что вот спасибо, восславить Его. То есть вообще есть установленная молитва, Шмонайстеря 18 благословений, это установленная молитва, которую установили люди Великого Собрания. Значит, когда построили второй храм, вернулись из Вавилонского первого изгнания, то мудрецы Великого Собрания, там были последние пророки, и они, зная наперед, какой период ждет еврестий народ, и взяв, значит, они взяли все уроки Вавилонского изгнания, они формализовали молитвы, сделали формализацию служения. То есть до этого, во времена первого храма, были пророки. И когда были пророки, мы сегодня, кстати, у Рамхаля изучим, что такое пророчество. Когда было много пророков в народе Израиля, то служение не было формализовано, потому что любой человек мог пойти к своему соседу пророку и сказать, что Бог насчет меня говорит. И пророк ему говорил, тебе, значит, надо то, то и то. То есть и они даже, заходя к этим пророкам в гости, они тоже от их Wi-Fi тоже подпитывались. То есть там любой простой еврей в то время мог, ну, он видел истину, он видел, где заповедь, где не заповедь, где что сделать, как помолиться. Им не нужны были дополнительные подставки. Когда они были в изгнании, 70 лет, в Вавилонское изгнание, в Вавилоне, то уже там мудрецы поняли, что нужна формализация служения, нужны общины, нужна жизнь, нужна жизнь, ритуальная часть, которая соединяет людей. И когда они вернулись, уже построили второй храм, то люди Великого Собрания, они формализовали в Танах, вся письменная Тора была формализована. К этой книге вошли, было 300 тысяч пророков, да, но вошли в Танах, всего лишь, в Танах это письменная Тора, вошли 24 пророка, то есть то, что имеет пророчество наперед. Да, то, что имеет глобальное пророчество значение. А множество книг не вошло. Говорят, что у Шлома Меллаха было очень много книг, но вошли в Танах только в письменную Тора три книги. Широ Ширим, Мишли и Притчево, которые мы изучаем, и Коэли, Экклезиас. То есть они установили, как бы сказали, все, пророчества уже нету, значит теперь вот последние пророки подтверждают то, что мы говорим, формализация вот такая, теперь служение вот такое. И они установили текст молитвы, 18 благословений туда вставили. А потом появилось, после разрушения второго храма, появилось 19 благословение, еще в ней против отступников. Но молитва продолжала называться 18 благословений. Так она как построена? Три в начале первых благословения, это прославление Бога. Прославление Бога, значит Бог Авраама, Бог Искака, Бог Якова, Бог Спасающий. Идет прославление, там такое глобальное прославление Бога. Потом идет, здесь написано, потом нужно попросить, попросить все, что нужно, попросить все просьбы. И там идет, в этой формализованной молитве идут все просьбы, которые в принципе надо просить. И есть только одно место, где ты вставляешь свои уже личные просьбы. Но вот интересно, как вы думаете, что посоветовали мудрецы просить в первую очередь? Что должен игре в молитве просить в первую очередь у Бога? Вот первая просьба. Три благословения прославил, потом просьба. Что надо просить? Как вы думаете? Что самое ценное в этом мире есть? Да, мудрость. Ну, мудрость, да. То есть, если есть мудрость, то потом уже ты можешь этой мудростью, это инструмент разобраться, что к чему. Поэтому первое, что нужно просить у Бога, и к чему надо стремиться, это мудрость, чтобы быть адекватным человеком вообще, чтобы голова работала. Дальше, ну и так далее. Там идут все просьбы, потом есть место для личных просьб, индивидуальных. И последние три благословения, они снова прославление и благодарность Богу за то, что Он сделал, делает и будет делать. И нужно молиться в таком устремлении сердца, да, сосредоточенно, чтобы освободить свою голову от всех посторонних мыслей. И себя надо так представлять, как будто бы ты стоишь перед Божественным присутствием в этот момент. И во время молитвы, когда вот стоят в синагоде молятся, нельзя прерываться, ни на что вообще нельзя прерываться. То есть человек стоит, молится полностью сосредоточенный. Ради спасения жизни можно. И не сделает молитву, как какая-то тяжесть, которую он несет, и вот, ну, быстрее бы там отмолиться. То есть те, кто это делает постоянно, вообще надо три раза в день молиться. И действительно оно немного уже становится рутиной такой, да, когда ты каждый день три раза в день одну и ту же молитву молишься. Ну и личные вставки тоже одни и те же, по большому счету, да. То есть они меняются не с такой быстрой частотой. Так вот, ты уже начинаешь к этому молиться, как к рутине относиться, да. То есть это не молитва, как ты просишь, а так. Так, ну, так он говорит, нельзя так относиться. И нельзя молиться, когда у тебя голова занята другими, когда голова у тебя был бэрит. То есть когда ты весь, ну, несосредоточенный. То есть нужно быть сосредоточенным. То есть ты как бы мыслю подключаешься к Богу. Тут тебя там рассматривают серьезное дело в этот момент. И тут вдруг ты начинаешь там считать, кому ты заплатил, кому не заплатил, кто тебе должен, куда в кино пойти. То есть если ты это делаешь перед царем, то это проблема. То есть ты как бы зашел уже туда, куда, там, где уже видно. И эта заповедь, она делается в любое время, в любом месте и мужчинами, и женщинами. Обязаны молиться и мужчинам и женщинам. Хотя женщины освобождены от всех заповедей, связанных со временем. Но молиться, это не заповедь, связанная со временем, она делается один раз в день, как бы это изначально. Дальше уже мудрецу установили три раза в день молиться. Это мужчина обязан три раза в день молиться, утром, днем и вечером. А женщинам достаточно один раз. И чтобы выполнить заповедь и сторой, достаточно один раз. Но каждый день, когда ты хочешь просто Бога о чем-то попросить, ты можешь просто попросить, а можно выполнить повелевающие заповеди просить. И это круче. Женщины вообще освобождены от шма. Это связано... Ну да, это у них нет заповедей читать шма. Потому что это связано со временем заповедь. Ну, а есть заповедь повелевающая читать шма эстраэль только мужчинам. Потому что это утром и вечером женщины читают шма эстраэль, потому что это как манифест такой. Ну, то есть, вреда не будет. Но для них нет в этом выполнения повелевающих обязанностей. Хорошо. Значит, вот мы эту молиться заповедь почитали про нее. Теперь можно ее выполнить. То есть, главное привыкнуть к себе, когда хочешь что-то у Бога попросить, сказать, вот я выполняю повелевающий заповедь, просить у Бога, молиться и попросить. Я помню, как-то один мой знакомый... Один мой знакомый, да? Играл в нарды с другим знакомым. И я мимо проходил. Он еврей. И я говорю... Он говорит, вот сейчас меня только спасет там 6-6. Ну, чтобы сбросить. Я говорю, так ты помолись. Он говорит, ну, а как можно? Я говорю, можно, конечно. Ну, как ты хочешь. Так кто миром управляет? Бог. Значит, надо молиться. Он говорит, я не умею научить молиться. А в Талмуде написано, как надо молиться. Там целый, есть трактат Брахот, благословение, который разбирает все вопросы, связанные с молитвой, взаимоотношениями с Богом. Вот именно молитва и благословение. Это первый трактат в Талмуде. То есть, как бы, получается, все взаимоотношения с Богом начинаются с молитвы. Брахот. И там есть, как надо молиться, что... Пусть будет воля перед тобой. То есть, нужно Бога попросить, чтобы его воля, он этим миром управляет своим рационом, своей волей. То есть, как он хочет, так и будет. Так нужно его попросить, чтобы его воля в этой ситуации была вот такая. И он говорит, Бог наши, Бог отцов наших, чтобы я бросил 6-6. Бросает, и у него 6-6. Прямо 6-6 он выбросил. Это Саша Фельман, младший Фельман. Харьковский. Он и был верующим, но после этого он стал вообще сильно верующим. Сильно верующим. Он стал сильно верующим, но малособлюдающим. То есть, есть, как сказать, уровни веры. То есть, это человек, насколько он верит. Может, человек быть сильно верующий в Бога, но малособлюдающий заповеди. Может быть, сильно соблюдающий в заповеди, но маловерующий. То есть, это надо спросить у Бога. То есть, хуже, я знаю, что хуже. хуже неверующие несоблюдающие это ужасно если человек верит в бога и разбирает есть такой малбим комментатор на мишлей он приводит но разные стадии как неверие есть ксиль а есть и в мишле часто употребляются эти два слова раз он объясняет разницу сил это тот кто верит в бога но говорит что но я слабый человек нет у меня сил все соблюдать вот я реально но не могу они поесть запрещенную еду это выше моих сил то есть я в бога верит но господи прости там не могу сдержаться это ксиль называется дурак переводится ну такой дурачок не то чтобы он так нежно так дурачок да а есть и в л и в лето он говорит то есть ну что то есть там есть бог но я так хочу креветку что я я думаю что преувеличили что там запрещают а может если если не преувеличили что он запрещает так скорее всего и нет преувеличили то есть он начинает уже ради этой креветки всю систему рушить мировоззрение своего это он такой отступник и преступник а ну то есть наш лучше верить бога и понимая свою слабость и понимая свою ну животную натуру но молиться просить бога что сделать так чтобы я ну там дай мне силы научи меня исправиться с тобой так далее то есть это это естественно мне мне кажется что это лучше чем ради своих тех же удовольствий то есть почему люди идут против бога только по своему желанию что есть какое-то желание которое идет против бога так есть вариант сказать что я за бога но я не могу справиться есть вариант сказать что бога нет и поэтому я делаю все шахар все что я делаю это есть божественная мудрая то есть ну мне кажется что этот вариант он он мне наоборот не симпатич первое то первое это первое да все но молиться богу надо благодарить его надо и прославлять все первую заповедь мы изучили значит идем дальше таро значит таро это свет и мы сейчас про колдовцом и на том занятии закончили то есть если подвести итог про колдовство про колдовство то есть в этой системе в есть возможность есть материальный мир есть духовный мир человек он является соединяющим между духовным материальным миром то есть у него есть внутри каждом чате есть и духовное и материальное и когда и когда когда происходит значит бог дал в этой системе возможность доступа выходить из материальных границ с помощью знания имен всевышнего и когда знаешь имена всевышнего то можно этими именами управлять ангелами но в определенном тоже любви но так как бог всю систему создал в равновесии должно быть как на стороне добра и на стороне зла должно быть равновесие то он дал возможность также силам зла оказывать сверхъестественное воздействие на мир и это называется колдовство и там есть шидим шидим это демоны там есть ну всякие силы зла то есть они равноценно идут силам добра но все равно силы добра сильнее в итоге окажется добро победит по-любому но интересно что вот сейчас недельная глава как раз была о том как маша рабы на пришел к фараону и как он все десять казни которые были в египте это было это было показано но как бы бог показывал что весь этот мир он он полностью находится под его контролем и все казни были чтобы показать что каждый аспект реальности абсолютно каждого находится точно под управлением бога нет ничего в этом мире неуправляемого и он показывал эти 10 казни но когда он пришел и первое что он сделал сказал я воду превращу в крови то фараон позвал там метраж говорили что фараон долго смеялся говори чем-то пришел нас удивить то есть ты пришел удивляет ну там цирк удивлять своими детскими фокусами да то есть у нас тут эти фокусники работают позвал своих этих самых колдунов и они тоже сделали из воды кровь то есть это было как бы у них они могли это делать потом значит вторая казнь когда с лягушками было значит он нет было не так даже там была вторая до этого еще был был момент когда арон бросил посох и посох превратился в змею так они бросили свои посохи эти колдуны они тоже превратились в змеи но змей посоха арона его змеи съел их змея там такой есть момент то есть он их проглотил но фараон говорит ну хорошо ваши колдуны сильнее то есть я как бы не ну мы тоже не лыком шито то есть вот как раз на всех этих до этого доказательства кайф но имеется ввиду что там лягушку они тоже могли сделать а на чем их возможности остановились они уже третья казнь была вши а вши они не могли сделать они говорят сильно маленький да и он говорит в шее наше колдовство не работает но они все равно все время думали что это колдовство и они могут идти в ровен с ними и поэтому все десять казни они были для того чтобы бог показал что он полностью управляет с каждым малейшим аспектом реальности и но нет ничего что было бы автоматично без его доступа туда то есть он полностью управляет всеми аспектами реальности и на этом и оставил остановились тот раз и теперь есть следующая глава называется руаха кодиш божественный дух и пророчество скажите первые две заказни исполнял арон да первые две казни да да не то что не мог машера бы не мог но они были они были просто как бы посланцы то есть они были как ведущие я считал что он не мог потому что это было связано с водой а вода в своем жизни поэтому он не то чтобы он не мог из этого тоже было дополнительно но вся тора это чему-то нас научить заповеди десять казни научить на что бог всем управляет причем они разбиты там по группам ну начали там глобальными явлениями потом все меньше и меньше тут нам сказали что машера бы но первые две казни там нужно было ударить по воде посохом и лягушки эти там землей тоже они по земле не бил то есть было показано что почему маша не мог это сделать его вода спасла то есть его в нил когда поставили корзинку учит нас благодарность это просто научить дополнительно по ходу дела бог нас через это учит благодарности и что нужно быть благодарным даже когда тебе сделали там ну вода тебе сделали даже воде да но это не то что машера бы но не мог это просто было такое наглядное пособие как ну чтобы еще дополнительно чему-то научить теперь объясняет раму шахам и уциата рам халя будет объяснять что такое руаха кодыш что такое пророчество он говорит что установил бог творец мира в природе человека что человек может обучаться то есть вот то что мы сейчас делаем мы тори в начале тори обучаются то есть как бы ну вот законы как работает мир и этим законам можно обучиться можно эти законы узнать и понять и запомнить это называется обучаться теперь также бог дал человеку возможность дал человеку возможность понимать понимать это сообразительность то есть изучив определенное там количество законов можно сообразить смекнуть что что и что нет это не интуиция это смекалка то есть когда ты понимаешь вещь из вещи бина это называется качество бина сообразительность то есть я лучше всего объясняю ну вот Раша например он объясняет что такое бина это когда понимаешь вещь из вещи а у меня есть пример хороший что такое сообразительность такой немцы окружили бойца капец смекнул боец то есть они ну как бы они его окружили но он уже понял как бы что капец смекалка то есть когда ты из набора данных ты понимаешь следующий уровень следующий шаг это не интуиция да понимание что чем все что дальше да и понимание вещь из вещи третье качество которое бог дал мозгу да интеллекту человека мастиль это просто постижение когда ты с органами чувств ты воспринимаешь какие-то вещи понимаешь это там ну книга ты ее там ну понимаешь какая она какие-то качества ее то есть это не знание это именно ну термобиндер постижение термобиндер это знание термобиндер это знание понимание как можно понять что-то из этой книги понять что там раз книга на на иврите на английском что я знаю английский это можно понять ну как бы это догадаться можно если книга на иврите то блистается с одной стороны в другую если по-русски это знание это знание это как бы знание что она так а вот смекалка что можно смекнуть из этого вот именно понять что раз да это он вышел вывел из этого разу разговаривает на одном из двух языков то наверное он был в израиле это это бина то есть из этой книги уже можно вычислить и 2 там скорее всего он был в израиле теперь раз он был в израиле наверное да и вот он дал все вот эти вот возможности интеллекта человека и человек поэтому он он постигает то что что перед ним открыто вдумывается и пытается понять то что от него скрыто и значит это путь познания природный путь познания то есть но узнать что-то научиться понять что-то и потом еще постараться это постигнуть до ну до состояния понимания четкого такого да это как природный путь теперь но он говорит что есть есть еще один способ познания который намного выше чем вот этот природный способ который знаком людям и что это за способ такой это оскала это это пасть ну постижение принятия знания которое идет влиянием идет влиянием сверху от бога что идет от бога на человека прямое влияние и если этого специальные специальные приспособления которые бог для этого приготовил то есть есть как бы это природный путь он доступен всем людям но есть путь постижения которое бог приготовил специально как бы у него есть возможность давать знания не вот по этой цепочке мы говорили и когда это влияние приходит в интеллект человека что у него внутри появляется знания четко однозначно без без всякого сомнения и безошибочная и он знает и он знает понимает суть он понимает суть вещи полностью бы шли мута то есть цельно он понимает и постигает эту вещь значит без сомнения без ошибочная и полностью и он понимает все все причины и все следствия и это восприятие вот ступенчатое и это называется руаха кодыш божественный дух человеке и вот этот божественный дух говорят мудрецы что у рам халя он был рам уж и моим хайм луцата откуда он знает все вот это вот как она все работает у него было это руаха кодыш и вот из последних людей вот такого был руаха кодыш это равыц как зильбер за царь из экрана царь для врага он просто любого слова это было иметь истина то есть ему просто он приходила вот задавали ему вопрос любой у него бах и есть ответ это называется руаха кодыш и он продолжает и вот он говорит и этим способом можно постигнуть разные аспекты которые как входят в природные аспекты мира да то есть но просто он их знает вот знаю не ему бог это сообщил а также но это природные аспекты сейчас и также он может постигать и те аспекты которые природным путем вообще постигнуть невозможно что имеется ввиду это будущее и скрытые разные вещи как пророков кстати проверяли их проверяли прямо в туре написано что если придет пророк проверьте его если он пророчествует от моего имени значит но ошибаются убить его и пророков проверяли там сколько денег у него в кармане как это то есть пророк он мог спокойно совершенно говорить любые вещи которые связаны с этим миром их на этом проверяли тогда понимать пророка бога а интересно да сейчас немного причем расскажу историю одна из самых таких интересных историй в котором не в том моде встречались и он пишет дальше есть в этом качестве в постижении вот таком божеством в божественном духе есть тоже множество ступеней и а значит в чем разница сила влияния сила влияния то есть бывает что она более сильно бывает более слабо время влияния путь которым это приходит человеку это знание и сущность тех вещей которые открываются открываются человеку через вот этот божественный дух но во всех есть есть общая знаменатель да что приходит ему это знание абсолютно четко то есть он но это общая а бывает и так он пишет что приходит это влияние в мозг человека да в интеллект человека они называли это сердце до мышления и у она к нему приходит но он не чувствует не чувствует это а просто как мысли его мелькнуло не понимает что это от блока что это руках от ваш quantitative просто него бах мысль такая пришла в голову и это такая вот вообще мысль когда такая приходит божественно так бог ее посылает что он не понимает что это руках и кодируса просто ему пришла мысль хорошим думаю том мысль хорошим, а на самом деле это Бога. Это как в Мишле написано, что много замыслов, арбемахшивот, бэлев, иш, много мыслей в сердце человека, в подсознании человека, вы отца Ташем и такум, а совет Бога, он встанет. То есть, когда, но опять же, здесь исходная предпосылка, что человек на контакте с Богом, то есть Бог не будет, если человек Бога не признает, ему Бог вообще все равно, то ему смысл Богу с ним вообще взаимодействовать, никакого смысла. А если человек на контакте с Богом молится, просит, то ему эти мысли могут приходить. И интересно, что молитва, вот есть такая Мишна в проход, что Хасидим Решоним, что мудрецы прежних поколений, они час готовились к молитве, час молились, и час потом после молитвы, ну, выходили из молитвы. Замечательно, ты же говоришь, три раза надо молиться. Вот, это Талмуд задает, да, Талмуд прям твоими словами задает этот вопрос, что 9 часов в день они молились, но так, Талмуд тоже отвечает, но сейчас мне это важно. Важно другое, что час они готовились к молитве, понятно, чем они занимались. Час они молились, тоже понятно, а что они час после делали. И долго меня этот вопрос мучил, и потом в одной из книжек я нашел ответ на этот вопрос, есть два ответа на этот вопрос, что они час делали. Первый ответ на этот вопрос такой, что они, когда заходили в это состояние, то им приходили вот эти вот мысли. И они потом эти мысли, они, значит, встраивали в свое мировоззрение. То есть приходит ему какая-то мысль, а у них, у мудрецов, была очень цельная картина мира. То есть они обладали абсолютно такой системной, причем есть, например, два мудреца, они на протяжении всего Талмуда спорят по всем вопросам. Но это не было их личное. У них было просто две разных модели восприятия мира. И они, когда, ну, по любому практическому аспекту, у них был системный такой вот конфликт. Не интересов, а конфликт понимания, как надо действовать. И вот, значит, когда им в этом состоянии молитвы приходила вот эта Трохакодыш божественная мысль, то они эту мысль должны были, исходя из этого, сразу пересчитать всю свою систему. То есть если им приходило в одном месте какое-то озарение, то оно должно было повлиять сразу, и пересчитывалось, как компьютер, и все полностью, все тянуло, вся система. Исходя из этого. А второе объяснение, что во время молитвы разум человека становится Таор Вия Шара, чистый и прямой. То есть ты молишься Богу, то есть ты настраиваешься на такой, как это, нет, как называется, когда настраивают, настраивают... Тюнинг. Нет, нет, нас чистоту на горпозон. Камертон, камертон, чистый звук. Когда хотят настроить, ну там, музыкальный инструмент, камертон. И когда молишься, то ты настраиваешься своим интеллектом на, именно на самую чистую волну. Бог, истина, Тора, молитва, благодарность. То есть интеллект выходит, как бы выруливает на прямую дорогу. И после этого они, находясь в этом состоянии интеллекта, они рассматривали всю свою жизнь, как правильно поступить. Я когда это узнал, я с тех пор все свои такие глобальные вопросы, которые надо решить, я их садился думать после молитвы. То есть помолишься, и в этот момент, как бы, ну, мозг, интеллект успокаивается, выходит на правильную систему ценностей, как бы синхронизируется. И ты после этого, думая о каком-то деле, ты уже исходишь из, ну, более правильного состояния разума. А мы бы обычно не укушать после молитвы. Значит... У нас немножко поменялось за это время. Да, да. Теперь, значит, так он пишет, что, ну, самая минимальная, самая минимальная форма вот этого руаха кодиша, сейчас, это самая минимальная форма, это когда приходит мысль, но говорит по-настоящему руаха кодиш, это оваль руаха кодиш, такой настоящий, бэймэд, истинно он пишет, это когда понятно и чувствуется человеку этому, что это действительно руаха кодиш, что это идет от Бога. Это вот настоящий руаха кодиш. А пророчество это более высокое, вот тут дальше он пишет, в Амнам, Лимала, Миколь, выше этого руаха кодиш есть ступень, которая называется пророчество. И это, значит, когда человек связывается с Богом и прилепляется к Нему именно прилеплением таким настоящим, то есть он с Ним соединяется. Ну, сторонним порядком, это подобщение. И в этом случае он чувствует вот это свое прилепление, то, что он к Нему прилепился, и божественное присутствие, божественная, ну, кого-то-то, слава, да, оно, ну, прямо, он реально с Ним соединяется. И это чувствуется, это явно, и даже органы чувства это чувствуют. И он перестает вообще чувствовать в этот момент пророки, когда находились в пророчестве, он перестает чувствовать материальный мир. То есть он полностью уходит в такое состояние, в, как сказать, измененное состояние сознания, он перестает чувствовать, осознавать обычный окружающий мир. Это пророчество, там дальше он про это объяснит. Теперь, а я хотел рассказать историю, очень интересная история, как были пророки, а были в то время, во времена первого храма, и потом изгнание. То есть было как? Первый храм, когда был, его построил, и царь Соломон его построил, и во время первого храма были пророки. Их было огромное количество, то есть люди были на контакте с Богом, они видели будущее, они могли делать чудеса. То есть это было вообще что-то совершенно удивительное. И значит, было параллельно с этим, все же идет параллельно. Силы зла это было колдовство, это была мадия совершенно там дикого уровня, когда вот эти мади и колдуны, они обладали силой влиять на людей, на события. Ну то есть они обладали совершенно, было как со стороны добром и зла, очень мощная сила, так и со стороны добра, это было пророчество. Теперь, в этой борьбе, кстати, между добром и злом, добро, ну на протяжении всей истории, начиная от дерева познания добра и зла, первый человек, добро проигрывает. Каин убил Эвеля, Эвель был, его жертву Бог принял, то есть он был более на высоком духовном уровне, он отдал Богу лучшее, а Каин дал из плодов. Значит, оно в конце, значит, Бог принял жертву Эвеля, а Каин убил Эвеля. Ну то есть, и так, если мы посмотрим всю историю, то добро, оно системно проигрывает. Системно проигрывает, но, значит, история движется. Первый храм разрушен, второй храм разрушен. Чего говорить? Значит, так вот, когда был первый храм, написано, что первый храм был разрушен за три греха. Евреевский народ был изгнан в изгнание вавилонское. Три греха. Убийство, разврат и идолопоклонство. Вот три этих главных греха, то есть, да. И вот, значит, ушли в изгнание, там было, там было интересно в изгнании, была такая ситуация, что было, все знают, это, да, историю про Пурим, что должно было полностью, взирая вот это вот, было уничтожить весь еврейский народ. Тогда евреи вернулись к Богу, поняли, что, в принципе, в этом мире евреи обязаны заниматься только служением Богу. То есть, нету народ священников. Бог так установил, вывел из рабства, сказал, вы народ священников, народ святой. То есть, как бы нет вариантов съехать с этого договора. Нету. Ну, то есть, и они поняли тогда, что если съехать, то не только храм будет разрушен, а вообще еврейского народа не будет. То есть, полностью хотели сделать. И, значит, они тогда вернулись, сделали чулу, и потом был построен второй храм, и пошла новая история. Так вот, значит, но уже в нем не было пророчества. То есть, мудрецы, когда вернулись в Израиль, вот эти вот люди Великого Собрания, они помолились Богу и собрались, и сказали, мы в этой игре проигрываем. То есть, первый храм был разрушен. Мы хотим изменить условия, чтобы не было таких соблазнов. Значит, пожалуйста, отмените пророчества. Нет, они попросили отменить тягу к идолопоклонству. То есть, уберите вот это вот желание и возможность служить идолам, и, ну, иметь такие возможности в сфере магии и колдовства. Значит, так как Тора, она на земле, и на земле устанавливают правила, да, уже взаимодействия, то Бог согласился, и исчезла тяга к идолопоклонству, но вместе с ней исчезло пророчество. Это были две стороны одной медали. То есть, после этого не было пророка. Ну, это было просто, как бы, гармонично. Две стороны одной медали. Отменили это, исчезло это. Дверь закрыли для всех. Ну, не остались, нет, нет, нет. Остались последние дожевать, которые уже были пророками. Но дальше уже, как бы, те, которые новые рождались, не было возможности не служить так идолами, управлять через идолов мира. Не было же возможности быть пророками. Это когда Куры при старом не служили? Это второе, да. Второе, что они попросили, что они говорят, против вот этого желания человека к разврату, мы тоже не смогли противостоять. Поэтому уменьши желание к разврату. Они попросили убрать, так же, как и дало поклонство, это желание. И говорят, что, ну, мир изменился, и перестали животные спариваться. То есть это явно стало видно. И людям не особо хотелось, ну, вообще не хотелось, но обратили внимание на животных, что животные перестали. Они поняли, что если убрать тягу к разврату, то тогда не будет детей. Потому что если бы не было желания это делать, то кто бы это делал? Ну, вот если взять, то и в спортзал никто не ходит. А это такие сложные там занятия, кто бы стал делать? Ну, вообще, если бы не было физиологической потребности это делать, запрограммированной, то тогда бы, ну, нормальный человек это не будет делать. Ну, как бы интеллектуально. Ну, как бы интеллектуально. Да. Так вот, но они поняли, что если эту тягу убрать полностью, то тогда мир исчезнет. И они попросили ее уменьшить. И, ну, с тех пор влечениях стало в два раза меньше, чем было. Теперь, убийство, это было следствием первых двух грехов. Потому что, когда есть власть над миром, то жизнь человеческая ничего не стоит. И когда есть тяга к разврату, ну, говорили, всего она из-за женщины, из-за этого. Ну, то есть, как бы убийство, это является всегда следствием других грехов, а не причиной. И, значит, так вот, когда были пророки настоящие, а были лже-пророки. Лже-пророки это были люди, которые выдавали себя за пророков, но они не были такие уже дела поклонники, но они каким-то образом обладали сверх такими духовными возможностями, но использовали это для своего блага. И вот было два таких лже-пророка, в изгнании они были, и они делали разные фокусы. Разные фокусы они делали, к ним люди обращались, статьи были известны. Они были настолько влиятельно известны, два этих лже-пророка, а угнал, значит, первый храм разрушил на выходный царь. Евреву угнали туда при дворе, значит, они были, ну, на выходный царь, Вавилон. И эти лже-пророки, двое, они настолько стали наглые, такие влиятельные, что они пришли к дочке на выходный царь, и говорят, ну, так они при дворе были, очень были влиятельные, как Капперфилд, может быть, вот примерно такого класса. И дочке этого на выходный царь, они говорят, значит, у нас было пророчество, чтобы ты с нами начала, ну, жить. Да, да. Один говорит, нет, они хитро, один говорит, что у меня было, чтобы ты с ним начал, а он говорит, у меня было, чтобы ты с ним начал, да. Дочка на выходный царь, она чуть-чуть запуталась с тем ежей. И она пошла к папе, пошла к папе и рассказала на выходный царю, говорит, пришли ко мне. О, папа, значит, разобрался, папа говорит, что-то здесь странно. То есть я знаю, что евреи, их бог, он против разврата. То есть это какие-то странные пророки. Значит, вызвал этих двух ребят в себе и говорит, ну, объяснитесь. Они говорят, что нам объясняться? Нам бог сказал, мы, мол, что он сказал, то мы и делаем. Он говорит, но были же Михаэль, Хананя и Азаря, были ваши другие пророки, Даниэль, они говорят, что бог, это самое, что бог против разврата, да. Они говорят, ну, мы не знаем, им он так говорил, нам так. Да, они пророки, мы пророки. Тогда Намухадненцар говорит, Намухадненцар говорит, секундочку, говорит, хотя они пророки, я знаю, я их в печку бросал. Они отказались, они отказались кланяться идолу Намухадненцара. То есть они были при дворе, у него при дворе были юноши, знатные, со разных, со всех стран. И они, когда он заставлял всех кланяться идолу, они отказались. Михаэль, Хананя и Азаря их звали. И, значит, они отказались. Он говорит, тогда, значит, в печку. Они говорят, нам лучше в печку, но идолу мы кланяться не будем. Их бросили в печку, и они в печке остались живы, да. И он говорит им, ну, какие они пророки, я знаю. А вы, да, какие пророки, да. Я вас не знаю, да. Значит, говорит, давайте, сейчас готовьтесь, ребята, сейчас мы вас в печку бросим. И, значит, мы проверим вас на пророчество. Стоп, была ошибочная связь? Нет, 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 нет. Они были все-таки, ну, евреские пророки. И они не были, они были лже-пророки. Лже-пророки. Значит, они ему говорят, вы знаете, говорит, вы ничего, то есть если вы на печку бросите, вы ничего не докажете никому. И ничего не узнаете. Потому что их было трое, а нас двое. И из-за их троих, конечно, печку выключили. А из-за нас двоих, может, не выключат. То есть тут это неравное. Поэтому эксперимент отменяется, он не имеет смысла, да. Значит, на выходный царь он тоже был не дурак. Он говорит, ну, ребята, вы можете выбрать кого-то с собой третьим. То есть и вас будет трое. Но эксперимента отменять не будем, уже печка, да, печка уже зажигается, разогревается и все. Они начали думать, что делать. И они выбрали... Они выбрали третьего святого человека. Это был Йошоа Коэн, первосвященник, последний первосвященник первого храма, который был тоже угнан в изгнание. Они говорят, пускай с нами будет Йошоа Коэн Гадоль, первосвященник. Если из-за него... Думаешь, что сейчас из-за него Бог их спасет. В общем, их бросили троих в эту печку. И они сгорели. А Йошоа не сгорел. И Йошоа не сгорел, но у него сгорели одежды. У него обгорели одежды. И там дальше разбирается вопрос. Есть даже пророчество, что он был как головешка, вытащенная из огня. Так, Талмуд задает вопрос. Говорит, очень непонятно, почему у него обгорели одежды. Что пророки те не сгорели, а это... Не-не, почему его сравнили тогда по-другому... А, сейчас. Почему у него сгорели одежды, а у них не сгорели? Первая была попытка так Талмуда ответить же логически, что их было трое, а он один. Поэтому. То есть тот же довод. Талмуд говорит, это вообще не довод. То есть это вообще не довод, потому что Авраам до этого, Авраама видно, его тоже бросили в печку. И он был один, а у него одежда не сгорела. Нужен какой-то другой довод. И оказалось, что довод был такой, что у него ушла коинга доля, его дочки были женаты, есть два варианта. Один вариант говорят, что на нееврейках, другие варианты на женщинах, запрещенных для коинов. То есть коины, они у них, даже среди евреев у них особые законы, на ком жениться, на ком нет. А сейчас был, казалось, у него. И это у него сгорела одежда, что показал намек на то, что он, при том, что он был святой, но дети его не были святые. И это, на нем есть тоже чуть-чуть от этого ответственности, да. То есть все, каждая деталь, она обучает, учит, она все в этом мире очень системно и связано. Хорошо, в общем, это мы изучили про что? Про пророчество, про лжепророчество, про то, что есть, да, есть вот эти вот вещи, которые, в принципе, недоступны. Я как раз в этот шаббат я читал про Аризеля. Был такой Аризель, великий каббалист, который жил в свате. Вообще про него, про его жизнь, про то, как он стал каббалистом, как у него все это открывалось. И очень интересно, то есть он настолько полностью себя посвящал уединению, очищению. То есть он был совершенно, ну, такой святой человек, отделенный от всего. У него, ну, написано так было, что он изучал каббалу, он жил в Египте, учился у самых великих мудрецов того времени, но по-настоящему ему все тайны открывались, когда он один на берегу, там у него была хижина на берегу Нила, и вот он там, значит, учил книгу Зояр, ему все это открывалось, то есть он был на уровне пророчества, от Руаха Койдыш, пророчества, он мог, человека он видел на лбу, там у каждого все его дела, буквы там, все, то есть он был именно на уровне Руаха Койдыш, но пророчества уже не было в то время, он жил там, 500 лет назад. Максимальный уровень. Да, максимальный уровень божественного соединения, и поэтому к нему все приходили. И у него не было, его обучение не было системным, то есть до него был там каббалист, который был глава каббалистов Цфата, и вот пришел Аризар Цфат, а тот умер. Так тот был системный, он изучал каббалу, ну вот книги, предания, у него было такое стройное учение. Аризар, он был на уровне пророчества, он ни одной книги не написал, за ним записывал его ученик Равхайм Виталь, который тоже потом хотел сжечь все, ну там все эти книги, ну потому что вот это все знание такого уровня, то есть он, его там каббала, это Аризар, когда у него были всякие такие штуки, как соединиться с душой, там предыдущих великих, ну вот оно, мудрецы эпохи Мишны, там Ихуд разный, то есть он занимался такими очень, ну как каббала Маасид, практическая каббала. И он умер, то есть он умер, ему было там 30 чем-то лет, то есть он всего два года прожил в Цфате, и он умер очень молодым, потому что все эти вещи, то есть дальше Рамхаль здесь пишет, что когда пророки входили в это состояние пророчества, у них не только органы чувства отказывали, а у них вся их материальная плоть, она как бы переворачивалась, потому что вот это вот духовное напряжение, духовный свет и материальная природа, они из разных плоскостей, как есть материя, антиматерия, там все, то есть и не может человек увидеть Бога и остаться живым, то есть этот свет божественный, он рушит, ну обычную материю, вот, поэтому, поэтому, конечно, это все, это все для избранных, это не для всех, это каббала, вот эти все вещи, она не для, не для каждого, и если человек, как и профессиональный спорт, то есть если человек не профессионал, а хочет прыгнуть с 10-метровой вышки, то лучше ему этого не делать, ну, потому что он не умеет, можно по-другому, он же тоже сначала не был посвящен, так сказать, нет, надо же понимать, что он родился в Иерусалиме, от родителей, которые в те годы имели настолько большую тягу к духовности и к религии, что они переехали, ну, в то время жить в Иерусалиме, это было, ну, там вообще нереально, по условиям, по эпидемии, там, ну, ужасно, то есть он был из, из семьи, которой духовность была на первом месте, материальность вообще была на, ну, там, вообще ее не, его папа умер молодым, потом его мать переехала в Египет к его дяде, дядя был богатый такой олигарх египетский, и дядя, он полностью ребенка отдал, видя, что у него есть к этому талант, и он учился у самых великих мудрецов Египта того времени, то есть с детства он был полностью посвящен изучению Тора, дядя полностью его обеспечил, выдал за него потом свою дочку замуж, 15 лет он женился, и, значит, вот это был человек, который, есть его, понимая важность, кстати, интересно, что в еврейском народе, в религиозном мире, всегда было принято, что богатые евреи, ну, богатые, которые религиозные, они выдавали своих дочерей замуж, обязательно, за Талмеде Хакамим, чтобы обеспечивали семью, чтобы он мог всю жизнь сидеть и изучать Тору, то есть, чтобы зять был полностью мудрец, который сидит, ну, академик, изучает Тору, умные дети, счастливая дочка, и заслуги этого человека, они идут на всю семью, в духовном мире, то есть, это самая лучшая инвестиция, да, в духовный мир, потому что этим самым он вытаскивает всю семью наверх, то есть, он олигарх, но его деньги идут, ну, да, то есть, не просто на благое, они идут вообще, это инвестиция в духовный мир, все в этом мире все равно стараются, ну, так устроен человек, получить больше, теперь, когда человек, ну, в первую очередь, он зациклен на том, чтобы получить больше в материальном мире, но как только он получает больше в материальном мире, если он понимает, что есть духовный мир, ему повезло, он понимает, то есть, он может сказать, да нет, духовного мира нет, значит, я буду там до 100 лет, ну, не до 100 лет, Берлусконе, 80 лет, значит, я буду посвящать свои миллиарды долларов, то, чтобы спать с 18-летними танцовщицами, и, значит, что еще, чем он еще занимается, Берлусконе, ну, и все, в принципе, да, как, ну, то есть, но если человек, у него есть, есть человеческое, а человеческое, это, если у человека есть связь с духовностью, и он понимает, что есть духовный мир, как только у него появляются деньги, то он понимает, что часть этих денег обязательно, обязательно надо инвестировать в духовность, в то, чтобы, с собой же ничего не унесешь, реально с собой ничего не унесешь, самый богатый еврей в мире, например, Адельсон его фамилия, владелец казино, казино Лас-Вегас, Маккан, то есть, он в этом году заработал 15 миллиардов долларов, всего его состояние 37 миллиардов долларов общее, то есть, он среди евреев в мире самый богатый, 37 миллиардов долларов, или 35, Адельсон, но, два сына у него всего есть, было два, потому что один умер от передозировки наркотиков, второй постоянно в клиниках наркоман, то есть, как бы, ну, второй брак с врачом из этой наркоклиники, ну, которая лечила его сыновей, но одного спасти не удалось, и второй сейчас, ну, тоже, ну, в самом таком, конечном, тяжелом состоянии. Выширите его? Нет, да, двое сыновей. То есть, это, ну, теперь он помогает, но он помогает, там, таглид программы, например, то, что каждый евреев может поехать, это на его деньги. Он, он жертвует, там, 200-300 миллионов долларов в год он жертвует, но тоже его все жертвы, они такие, больше материальные, чем духовные, то есть, ну, как бы, нигде не проходит, что вкладывает в ешивы, в духовность, в что-то такое религиозное. То есть, он воспринимает мир на уровне материальном, ну, и что дальше с ним? Какое продолжение? Ну, 35 миллиардов долларов, ему сейчас там под 80 лет. Ну, осталось сколько-то лет. Чем он туда придет? Чем? Я владелец казино, и... Кому уйду денег? Кстати, интересно, что жена, ну, так написано в Витипеде, жена его, первая жена, она была религиозная, так написано, что она была правоверной еврейкой. Когда он начал зарабатывать там казино, азартные игры и так далее, она с ним, ну, разошлась. Но опять же, ну, вот представьте ситуацию, да, человек, он богат, 35 миллиардов, два сына, один умер от передозировки, второй сын наркоман, значит, ну, ну, что это? Это можно назвать счастливой жизнью? Ну, то есть, мне кажется, что нет. и... Есть примеры богатых евреев с нормальными? Я не знаю. Ну, не то, что нету, наверняка есть. Есть очень много религиозных людей, которые, для которых, там, семья, взаимоотношения с семьей. То есть, что такое счастливая семья? Если мужчина выбирает бизнесом заниматься, то куда он будет заниматься? Ну, то есть, ну, понятно. Надо балансы держать, конечно. Это очень важно. Все должно быть... Если все по Торе, вот Тора, она и дает полную гармонию, как взаимоотношения в семье, с работой, с детьми и так далее. То есть, если делать все по Торе, то тогда жизнь будет счастлива во всех сферах. То есть, все расписано прям от и до. должностной инструкции на там семья, дети, отношения, работа. И приумножай разговоры с женой своей. Особенно с женой. Да, как минимум. Хорошо, давайте мы идем к третьей главе Мишли. Третьей главе Мишли. Это самая великая мудрая Сторая. Сейчас. Что я сказал? Да. Так. Так. Вот. Прямо как раз нам попался пасук, который прямо, о чем мы сейчас говорили. И пасук, это интересно, в Ютхет, это 18-й. 18-й Ютхет, это хай, жизнь. И вот, значит, пасук такой, очень известный он, что Тора «эц хаим и льмахзетимба». Дерево жизни, она для тех, кто за нее держится. В этом хеем и ушар. А тот, кто ее поддерживает, он счастлив. То есть, мы это говорим. Это пасук из Мишли. Значит, древо жизни Тора для тех, кто за нее держится, и тот, кто ее поддерживает, он счастлив. Давайте посмотрим, что здесь Раша про это говорит. Раша ничего. Значит, что это значит? Что это значит? Древо жизни, она для тех, кто за нее держится. Медсуда Давид, он объясняет очень просто, что те, кто за нее держится, она для них, как дерево жизни, благодаря ей, он и достигнет жизни. В этом хеем и ушар. Значит, что имеется в виду? Вот смотрите. Например, возьмем простую еврейскую семью, любую. Вот если вы посмотрите, абсолютно любая семья. Вот я могу на примере своей семьи рассказать. Значит, было у моего прадеда, ну, по отцу, у него было двое сыновей и две дочки. Две дочки умерли без детей. Двое сыновей, значит, поженились. У одного один сын, это мой отец. У другого один сын, это, ну, там, ну, получается, он дядя, да. Мой дядя. Вот. У, мой отец, какой он мой дядя? Это, это двоюродный брат моего отца. Моего отца. Двоюродный дядя, да? Да. То есть, получилось, они были нерелигиозные. Ну, советские евреи обычно, нерелигиозные. То есть, получилось, из четырех детей осталось двое. Двое женились. У моего отца двое сыновей. Это я и мой брат. У, значит, у Вадика один сын. Теперь, да, теперь я женился, я стал религиозным, женился, дети, все, у меня трое детей, слава Богу. Да, теперь у моего брата одна дочка, которая, ну, которая, опять же, нерелигиозная. То есть, когда нерелигиозные, то у них максимум один-два ребенка. Максимум у нерелигиозных людей. Ну, бывает, если там один случай с тысячи, когда три. Один случай с тысячи. Ну, это, это один случай с тысячи, да? Реально, потому что нерелигиозные люди, да, нерелигиозные люди, они эгоисты. Зачем им дети? То есть, они реально эгоисты. То есть, путь религиозный, он учит человека не быть эгоистом, давать, давать жизнь, давать, там, другим радость. А компенсация от государства заблеть его. Да, то есть, теперь, нерелигиозный человек, ему, он все время может рассчитывать только на свои силы, и он боится, то есть, он смотрит будущее, он реально должен волноваться, как он прокормит детей, что они будут делать, то есть, он, ну, то есть, когда человек религиозный, он говорит, слушай, я на тебя полагаюсь, ты там уже 120 поколений кормил мою семью, ну, к примеру, да, то есть, раз я есть, значит, 120 поколений, как-то мы прожили, так и дети мои проживут, ну, то есть, ему, религиозный человек, он более склонен к разношению, скажем так, разношение семья, да, значит, теперь, а те, кто ее поддерживают, Тору счастливы, то есть, это как раз говорится о тех, которые сами не являются мудрецами Торы, но они поддерживают тех, кто изучает Тору, то есть, это, это очень важная такая вторая функция, о которой я говорил еще Шлома Мэлэх. Теперь, значит, Бог написано, Ашемба, Хохма и Асад, Орец, то есть, Бог, Хохма, Хохма это законы Торы, на языке Мишли, он нам уже несколько раз объяснял, что есть Хохма, это божественные законы, которые логика не постичь, вот он так построил мир, то есть, мы уже воспринимаем мир как систему, но изначально была чертеж, это Тора, и потом по нему была построена вся реальность. Так, Бог вот этой вот Тора, Хохма, Асад, Орец, то есть, он ее установил на этих законах, Кунэн Шамам Битвуна, и установил он небеса уже сообразительностью, то есть, уже вытекало, как бы, ну, дальше идет развитие всей системы, оно уже идет, появился человек, человек, он выбрал то, что выбрал, потом его дети выбирали то, что выбирали, то есть, человек уже, он является со-создателем реальности, и дальше уже, уже эта система развивается, то, что называется Твуна, довар, меток довар, вещь из вещи вытекает, и тот мир, в котором мы сейчас живем, это мир, который создали люди, которые, ну, вот, мы сейчас создаем свою реальность, создаем реальность следующих тысячелетий есть люди, которые более влияют на реальность например, какой-нибудь Янукович или Путин вот Путин возьмем он самый влиятельный человек мира между прочим за прошлый год самый влиятельный человек мира он реально остановил войну в Сирии он просто сделал ход конем была Америка он взял и какими-то своими 10-15 идеями он взял и остановил войну в Сирии а это могло взорвать весь регион Америка была уже рядом тот же Обама, он наоборот этому Иран так нравится и непонятно почему ему Иран нравится непонятно, потому что люди они влияют реально влияют своими мыслями на мир и я считаю, что надо было на Иран напасть а вот например атомная бомба потому что если у них будет атомная бомба они нападут просто для этого достаточно прочитать статью секундочку так Бог за всем наблюдает то есть он конец будет хороший конец будет хороший ну и кстати он объявил этот год годом семьи значит почитайте почитайте в Википедии основатель Ирана Аяталах Амени не это час который это все журналисты пишут там все то есть просто реально про Аяталах Амени не этот который час а который был ну тот который этот Хаммин да так вот он реально верующий был фанатик такой человек он реально верующий в Бога был он был у них нету то есть мы их рассматриваем с позиции там миллиарды состояния это другие люди то есть реально они живут в другой плоскости в другой реальности у них другой взгляд на мир если у них будет атомная бомба они сбросят то есть у них ну как бы персы вот эти вот то есть надо понимать что у людей разная психология и когда какой-нибудь там американский толерантный Обама который ну или не Обама а любую то есть он смотрит на мир толерантно тут у него идеи женятся тут у него эти а Хаммени он он говорит что я готов умереть я умру но здесь не будет неверующих людей то есть я реально он же сидел в тюрьме он против этого шаха он говорит я готов свою жизнь положить я умру но там неверующих не будет и они реально такие фанатики религиозные фанатики и когда эти говорят мы с ними договоримся мы договоримся потому что они же ну нормально адекватные люди деньги нужны там это нужно все это он с ними договорится то есть у него с ними хорошие такие толерантные отношения то есть они могут договариваться там и так и так как а с Хаммени он не договорится и вот они этого не хотят никак понять а сила опять же силу чтобы применять вот тут тут есть момент чтобы применять силу ну сила против идеи хорошо все чтобы было хорошего всех неделя и на следующей неделе мы продолжим а мы тут поговорим пока провести